Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу рассказать вам про... Ой, все время вот начинаю снимать видео, все время про глэмбоксы и забываю про какой месяц я снимаю. Блин, про июль, по-моему. А я замоталась. Короче, про июль. Вот, коробочка глэмбокс пришла. Попробовала я несколько продуктов, хочу сказать свое мнение о них, скажем так. В этот раз она была не в каких обычных цветах. Красная бумажка обычно лежит. Меня поразила на этот раз белая бумажка обычно совершенно. Вот, желтая ленточка, разматываем, раскрываем. Но наполнение было достаточно масштабным. Очень много продуктов, не описанных в прилагаемой брошюре, плюс вот было положено. Значит, что? Значит, тут, во-первых, вот эти три средства, они идут от клиник. Вот это их знаменитая трехступенчатая система очистки лица. Она была положена в таком вот виде. В таком вот виде. Сейчас я, кстати, даже скажу. А тут, кстати, не написано, какой даже месяц на бумажке. Июль, наверное, июль. Или нет, август. Ой, извините, я что-то как-то вообще... Вот. Значит, вот эту штуку берем. Она идет как бы вот на четыре дня, скажем так. То есть, это лосьон для умывания. Ой, ну, как бы, да, умывалка, в общем. Это лосьон для очищения и крем. И вот так, скажем, на четыре дня. Ну, можно, наверное... Ну, нет, да, на четыре дня. Утром-вечером-то смысл нет. Если только вот умывалки как бы использовать утром-вечером. Ну, можно, в общем, растянуть на четыре дня. Вот такие применения. Единственное, когда только появилась эта система... Я не пробовала ее, потому что сейчас Лера Шепозе пользуюсь. Когда только появилась эта система, несколько лет назад, все кинулись в Ревгоши покупать ее тоннами, закупаться. Я набрала несколько пробников попробовать, что это за продукция. Мне она не очень понравилась. Единственное, я пользовалась от Клиник мылом сухим для... На тот момент, по-моему, для нормальной кожи я брала. Там тоже для сухой, для, по-моему, жирной. И для какой-то комбинированной или нормальной. Как-то так у них идет разделение по трех... По трем типам кожи. Я пользовалась вот обычным бруском сухого мыла. Мне оно нравилось в качестве умывания, чтобы не обычным мылом мусолить лицо, а именно, вот, как бы, более-менее нужным для кожи лица. Но сама вот эта трехступенчатая система мне не подошла. Поэтому я и сейчас не стала пользоваться ею. Лично вот мое мнение... Кстати, тут не указано, для какого типа кожи она. И вот это очень странно. Это очень странно. Вот. Поэтому лично мое мнение, мне она не нравится. Кому нравится, у меня вот у подружки именно вот такая трехступенчатая. Ей она нравится, мне нет. Поэтому я не стала пробовать, зная, что это за вещь. Дальше. Дальше было... Ну, сразу тут про все вот и написано. Если интересно, как бы, почитайте. Просто, ну, смысл все это перечитывать нет. Дальше. Дальше мне понравился... Вот, очень хорошо, что они положили. От Лекситана шампунь восстанавливающий. 300 мл 990 рублей стоит. Самая фишка этого нанесения, как тут написано, в том, что сначала вы наносите шампунь, пените. Хотя он плохо пенится, тут написано. На самом деле, у меня абсолютно нормально он пенился. Наносите, значит, на волосы, вспениваете, смываете. Заново наносите и уже оставляете на коже головы сколько? На 1-2 минуты. Вот. Кстати, вот у меня вот так очень часто происходит. О чем-то задумаешься, и бас, там, по телевизору про это показывают. О чем-то задумаешься, о каком-то там продукте или там, ну, не знаю, событии каком-то. И бас, кто-то про это говорит. И тут вот мы недавно с подружкой говорили о том, что вот она хотела вот именно такое купить. И мне на сайте показывало, что вот именно вот этот 75 мл, который нам тут положили, вот этот шампунь, он стоит, по-моему, 750 рублей. То есть меня как-то это убило. Если, может быть, я, конечно, не то что-то посмотрела, потому что тут 300 мл пишется, что 990 стоит, как 75, может, 750 стоит. Ну, в общем, не знаю. Но суть не в этом. И она говорит, вот, наверное, хорошее, у меня там сноха им пользуется. Я хочу такой же. Я говорю, ну, не знаю, дорого как бы. Ну, да, Лекситан хорошая марка, но дороговато. Вот. Я говорю, ну, смотри, как бы, хочешь разориться, разоряйся. Вот. Потом посмотрим это, что у тебя получится из этого. И там буквально через несколько дней приходит глэмбокс, и там лежит вот этот шампунь. И я ей говорю, ну, вот, мне пришло раньше, чем ты купила. И она передумала, можно покупать. Говорит, ну, попользуйся, скажешь мне. Могу сказать сразу, очень мне понравился. То есть, во-первых, очень божественный запах. Он травяной, немножко вот такой. Многим, ну, мне кажется, могут не понравиться такие запахи. Он достаточно со специфической нотой такой, но очень приятный. По мне так. Вот тут я прочитаю. Формула на основе пяти натуральных и фирменных масел. Кстати, как вот примерно а-ля Прованс Горниер, тоже выпустил же травяные шампуни. Ангелика, лаванда, герань, иланг-иланг и сладкий апельсин. Вот, наверное, апельсин меня привещает тут. И пшеничных протеинов. Шампунь мягко очищает, придает волосам шелковистость, блеск и здоровый вид. Превосходный вариант для тех, кто красит или завевает волосы, использует утюжки для волос и средства для укладки, провоцирующие сухость волос. Но в любом случае увлажнение не будет лишним, поэтому я им пользуюсь. Вот у меня осталось, вот уже сколько, вот, сейчас скажу, вот посюда у меня осталось. Хватило мне его, вот, наверное, на четыре применения. Я очень много шампуня использую, я просто маньяк шампуня, я ничего на них, как-то, какие-то ставки я на них не делаю, но я очень много, просто вот, мне целую ладонь надо, чтобы она аж переливается. Вот это я стараюсь, конечно, экономить. Вот, мне очень понравился, я, может быть, даже прикуплю, кстати, вот так вот. Очень здоровский, очень понравилась мягкость потом, запах волос и, ну, не знаю, может, это, конечно, психологически, но очень мне понравилось. Дальше пошел шампунь, но на фоне того, что вот здесь положили, вот этот пробник, конечно, вообще не канает, скажем так. Керастаз, шампунь ванна, шампунь ванна, вот я до сих пор не могу понять, что это вообще значит. Шампунь ванна, кристаллы, новинка, маска, маска, в общем, вот название, все, не буду зачитывать. Шампунь 250 мл, 1400, по-моему, лучше лекситан купить. 200 мл, маски, 2400, да, да. Шампунь ухаживает за длинными волосами, склонными к жирности у корней и сухих на кончиках. Волосы безупречно очищены и наполнены кристальным блеском для эффекта, без эффекта утяжеления. Маска облегчает укладку, придает волосам подвижность для естественного эффекта, но я не стала даже пользоваться, потому что я пользуюсь масками L'Oreal, и мне достаточно это устраивает. И масло у меня L'Oreal, единственное, вот я лекситановским шампунем пользуюсь, мне очень нравится, поэтому, ну, на самом деле, скептически я как-то к керастазу отношусь, не знаю. Мне кажется, что это не такая уж и дорогая марка, хотя она дорого стоит, вот так вот. Потому что это продвижение с, по-моему, ну как, какого-то шампуня, какой же раньше был, и потом вот он стал керастазом. Вот, поэтому вот это я не попробовала, я уверена, что мне от одного раза вот этого шампуня-то точно ничего не сделается. Кадали, ночной крем, новая кожа. Очень здоровский, сразу скажу, да. Вина Перфект, 40 мл, 2,310. Этот ночной крем стимулирует процесс клеточного обновления, очищает поры, выравнивает структуру кожи, устраняет пигментные пятна. При пробуждении кожа выглядит отдохнувшей, гладкой, свежей, сияющей, некомедогенно. Активные компоненты винаферин 500, гликолевая кислота, энзимы папайи. И вот тут, видимо, опечатка, потому что тут написано, как использовать. Использовать утром, наносить на кожу лица, хотя это ночной крем. Ну, в общем, понятно, что, видимо, что-то ошиблись люди. Сразу скажу, да, мне очень понравился, хотя, в принципе, наверное, за место Кадалин легче купить лекситан. Да, как-то я к нему больше так душой прикипела, хотя у меня был только крем для рук. Ну, и вот из глэмбокса какие-то продукты лекситановские были когда-то. Но мне как-то он... Хотя, наверное, поровну они у меня вот на чаше весов моих в голове висят вот лекситан и Кадалин. Вот. Очень мне понравился эффект, потому что вот если какие-то подкожные штучки, да, вот у меня вот тут они все-таки есть, и этот Лераше Пузе не очень с ними справляется, честно говоря, то вот эта штучка, она немножко подсушивает вот этот ночной крем. Он подсушивает, и в целом утром кожа более такая, ну, как будто вы гуляли очень много на свежем воздухе, очень месяц отжили в деревне, и на парном молоке все время сидите. Вот. То есть вот такой вот эффект. Очень такая, ну, нежная, бархатистая, приятная кожа становится. Вот. И хороший такой цвет лица становится. Так что хорошее средство, ну, конечно, 40 мл, 2400, это, конечно, убийственно. Ну, прикольно, пока пользуюсь. Дальше. От Академии увлажняющая восстанавливающая крем-маска. Маска и крем, в общем, название. 75 мл, 1570 рублей. На самом деле, попользовалась я ей, когда она нанесла, она моментально не впитывается, она, ну, немножко жирная, ну, какая-то она же и маска, она не должна впитываться, не крем. Она вот, я вот нанесла и потом так случайно как-то рукой провела по лесу, ой, так мягко. И я так как-то, ой, боже, какое у меня лисо мягкое. Ну, это как бы вот этот состав, он как бы вот на ощущение, то, что он до конца не впитался, очень приятно. Но вот как сам нанести на кожу лица предварительно на 10-15 минут и удалить остатки. Как обычная маска, ее практически не видно, она очень так быстро растворяется на лице. Но я не могу сказать, что заметила какой-то суперэффект от нее, несколько раз я попользовалась. Ну, как бы маска увлажняющая, восстанавливающая. Ну, вот от этого Кадали крема гораздо больше, по-моему, эффекта, чем от этой маски. Дальше, дальше бумажка закончилась, на которой что-то написано. И дальше начинаются продукты, которые там не описаны. Вот такой вот пробничек положили, он у меня в другом месте лежит, но уже я пользовалась им. Дольче Габбана, 14 номер, духи, ну, как сказать, женские. Я бы не смогла пользоваться, они чем-то такие, какие-то для меня более рисковатые, не мое. Дальше положим был опять-таки биби-крем от Живанши. Но, используя тот биби-крем, который в каком-то прошлом у меня глэмбоксе попался, поначалу он мне очень понравился, даже хотела купить полную версию. Но потом я поняла, что он как-то у меня на лице то ли окисляется, то ли что-то с ним происходит. И поначалу наносишь идеально вообще, перекрывает все, несмотря на то, что он очень легкий. Очень прикольно, вот, по ощущениям, очень носится долго, но он темнеет и, ну, не знаю, мне как-то не очень понравился. Примерно такая же история у меня с биби-кремом от Клиник. Вот, но в целом, вот, я не знаю, попробуйте пробничек, если у кого-то есть желание. Может, кому-то подойдет. Мне как-то он, честно говоря, не айс. Такая вот биби-крем, у него 30%, ой, 30 SPF, достаточно легко наносится, пахнет приятно, хорошо распределяется, хорошо подстраивается по текстуру кожи. Вот сейчас немножко у меня рука сухая, он, конечно, забивается в какие-то вот такие, видно, что там что-то нанесено, но, тем не менее, конечно, рука это не лицо. Ну, вот он хорошо, да, он быстро подстраивается, но не мое. Поэтому, имея уже знание о нем, я даже не стала им пользоваться. Вот, говорю вам просто, что он был положен. Вот. Дальше, дальше вот такая брошюрочка тут лежала, много-много всяких брошюрок. При покупке, там, Клиник получайте это, при покупке Лекситан получайте это, при покупке что-то тут, вот, увлажняющий крем от Клиник не попробовала, пользуюсь Лера Шепозе. Ну, и дальше вот очень интересная вещь, которая тут вообще на русском ничего абсолютно не написано, мне пришлось прогуглить ее от Герлен, от Белль Рояль, Рояль. Вот, такой вот совсем микроскопический тюбичек крема, 3 мл. Значит, это крем не для глаз, он для лица, и он, скажем так, от морщин. Я им, опять-таки, не попробовала, не попользовалась. Пахнет он, конечно, очень здорово. Ох, как он пахнет. Наверное, там, конечно, куча отдушек. Кстати, не похоже на метеорит. Мне кажется, что все крема Герлендов не пахнут метеоритами, но нет. Поэтому я не попользовалась, да и от такого, как бы, микроскопического размера не станет моя кожа, там, какие-то зарождающие морщинки. Тем более, оно под глаза не предназначено. Ну, в общем, я не попользовалась, не знаю, но отзывы они хорошие достаточно. Хотя, опять-таки, мне не кажется, что такие вещи стоят своих денег. Не знаю, это мой бзик. Вот, все, коробочка пуста, все рассказала. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, делайте запросы. Пока-пока.